Приграничную Лапинранту называют самым русским городом в Финляндии и вовсе не потому, что местную крепость строил Суворов. Каждые выходные Лапинранты подвергается новому русскому нашествию и финнов это только радует. Первый рубеж гигантский супермаркет сразу после границы. Туристы называют его Мухаммед по имени владельца. Здесь все по-русски и надписи и обслуживание и ассортимент составлен на вкус гостей из ближнего зарубежья. Вот она типичная потребительская корзина российского покупателя в финском супермаркете. Стиральный порошок, икра, моющее средство, кофе. Да, вот еще забыл взять чай. Кое-что из сладостей, кое-что из одежды. Дальше в зависимости от вкусов по списку и до бесконечности. В принципе все это можно купить и дома, но петербуржцы почему-то искренне уверены, в Финляндии качественнее и дешевле. С приближением нового года ажиотаж растет в геометрической прогрессии. У меня две семьи, я для детей и для себя все купила. Кассирам приходится работать буквально на износ. Вчера даже до самого конца, до закрытия, нам не закрыться на обед. Известие о том, что одна из крупнейших торговых сетей Финляндии официально объявила о приеме российских рублей, покупатели встретили с энтузиазмом. Рубль уважает, и поэтому Финляндия стали его принимать. Правда, у Мухаммеда рубли пока не берут. С наступлением морозов владелец уехал на отдых в теплые страны, оставив на хозяйстве заместителя и не приняв стратегического решения. Мы, наверное, будем с Мухаммедом обговаривать этот вопрос. Если Стокман сделал, я не знаю, он, Мухаммед решит. А вот его конкуренты в Лапинранте без громких заявлений давно принимают рубли, в чем мы легко убедились. В этом магазине расплатиться рублями можно уже много лет, и делают это не только русские. Также некоторые финны, побывавшие в Петербурге или Москве, у которых остались русские деньги, используют их здесь для покупок. Правда, курс сильно завышен, так что выгоднее платить в евро или по карте. А вот в маленькой кебаб-закусочной мою тысячу пересчитали точно по цене банка. Здесь много русских клиентов, и для них легче и удобнее, если я их так обслуживаю, тем более, что здесь все уважают русские рубли. Уважают наши деньги, вовсе не бескорыстно. В юго-восточной Финляндии это дает людям жизнь. В прошлом году 70-тысячную Лапинранту посетили полтора миллиона россиян, обеспечивая городской бюджет едва ли не третью доходов, а тысячи местных жителей рабочими местами. Хотя многие охотно занялись бы шопингом где-нибудь поближе. Очень жаль, что мы должны вывезти все деньги сюда. Я бы пенсионного возраста любила, хотела бы потратить там на свою родину. Но пока поездка за 200 километров с многочасовыми очередями на границе оказывается выгоднее, чем поход в соседний супермаркет. Александр Пчижинок, Александр Плешкин, Николай Обеньковский, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Лапинранта, Финляндия. Александр Пчижинок, Александр Пчижинок, Александр Пчижинок, Александр Пчижинок,